Смотри, смотри, давай ты в Казань, привет передадим в Казань. Привет, Казань, привет! Привет, Казань. В Краде состоится розыгрыш Кубка России по волейболу среди женских команд. Действующий двукратный чемпион России Локомотив примет на своей арене обладателя Кубка страны Казанская Динамо Акбарс. В этом сезоне пятый розыгрыш Суперкубка посвящен памяти чемпионки мира и призера Олимпийских игр Антонины Рыжовой. В своей истории Локомотив и Динамо Акбарс выигрывали титул по одному разу. Причем выиграв два его последних розыгрыша. Плюс важно, что матч за Суперкубок пройдет в рамках пятого тура женской суперлиги. Тем самым его ценность лишь возрастает. Представляем, сколько завтра здесь будет болельщиков. Поэтому и Суперкубок хочется забрать, потому что в том году его не было, и мы действующие обладатели. И также, конечно, очень важны очки в чемпионате. Тем более, что мы потеряли их в предыдущей игре. Так что и то, и то, в принципе, очень важно. Как лично для меня, это я первый раз участвую в такой Суперкубок. Наверное, как и любой другой матч, ты настраиваешься на него, как на победный. И тебе хочется максимум получить удовольствие. И, конечно же, положительный результат – это победа. Команда решаток и Лизудинова прилетела в Калининград за два дня до игры. Настроение у девушек боевое. А главное, есть огромное желание реабилитироваться за домашнее поражение в последнем матче чемпионата против Нижегородской «Спарты». Произошло, наверное, то, что не собрались, не сконцентрировались. Как-то ляло начали, так и закончили. А сейчас последние два дня – отличное настроение. Смотрим чемпионат мира, смотрим наших мужчин. И заряжаемся благодаря этому волейболу. Поэтому тренировки последние прошли хорошо. Думаю, бой дадим завтра. Последний тур с Нижним, он, конечно, взять, вычеркнуть и забыть не получается. Но задача основная – переключиться как можно быстрее и настраиваться на нового соперника и на предстоящую игру. Эмоции вообще положительные и бодрые. Мы сегодня старались и заряжать друг друга на тренировке, и подбадривать, создавая такую положительную атмосферу и боевую. В предстоящем матче по-прежнему не смогут помочь команде легионеры «Динамо Акбарс». Битанию Делакрус и Гайлу Гонсалес в Казани очень ждут. Доминиканки завершили выступление на женском чемпионате мира. И их приезд ожидается до конца октября. А вот все остальные волейболисты готовы принять участие в матче за суперкубок. Ну вообще мы их ждем. И каждый раз, как только узнали, что они закончили турнир, то хотели бы как можно быстрее, чтобы они приехали. Но пока точно ждать нету, но мы их очень ждем. Локомотив пока также не может рассчитывать на помощь своего легионера-новичка. Бразильская диагональная Лорен Тейшейра летом перешла в Калининград. А в воскресенье вместе со своей сборной завоевала серебряные медали чемпионата мира, уступив в финале Сербии. К сожалению, судя по всему, в матче также не сыграет наша старая знакомая Татьяна Кадочкина, которая сразу же стала лидером Локомотива после перехода из Динамо Акбарс, но в последнем матче чемпионата с московским Динамо травмировала плечо. Вообще всегда жаль, когда игроки получают любую травму, пусть это микротравма, и тем более, если это уж серьезная какая-то травма, жаль. Для любого игрока это выбываешь, опять набирать форму и восстанавливаться. Мы все желаем ей как можно скорее всего восстановления и возвращения на площадку. Что касается нашего состава, то все прибыли как бы в оптимальной форме. Слава богу, нет никаких травм и таких, ну, кто-то, да, чтоб выпал из игры. Локомотив летом существенно изменил свой состав. Во-первых, вместо дисквалифицированного Андрея Воронкова команду возглавил экс-помощник Алексея Вербова Константин Сиденко. В Турцию отправилась Ирина Воронкова. Также сменили команды Ежак, Стальная, Щербань и Воробьев. Но главным же переходом стал трансфер Ксении Парубец, которая сразу же привычно возглавила бомбардирскую гонку чемпионата. Я скажу, что это хорошая организованная команда, как и предыдущие годы, так и в этом году. У них классный состав с хорошим нападением, вообще с организацией игры. Да, новый тренер, он добавляет чего-то нового, чем предыдущие сезоны команды. Но это хорошая классная команда. В новом сезоне команды уже встречались друг с другом. Правда, было это еще летом, в рамках Спартакеаны. Но, что важно, также без участия легионеров. Тогда команда Решата Гелезудзинова одержала победу со счетом 3-1. Ну, смотрим, конечно, сейчас ЛОХО 1М Москва, потому что это вот их предыдущий тур был. Но также разбираем, как они против нас играли, потому что все равно против каждого соперника устраивается своя линия атаки, защиты. В Суперлиге команды начали сезон с двух побед при одном поражении. Динамо дома уступила Спарте, а Локомотив был близок к победе в Москве, но проиграл на тайбрейке. Таким образом, перед очной встречей команды расположились на пятой и шестой строчках таблицы, что, безусловно, добавляет встречи за Суперкубок России дополнительной интриги. Главное будет концентрация, своя подача и вера в свои силы. Конечно, эмоциональный настрой. Эмоции – это немаловажный фактор, но и, конечно же, выполнение установок. Выполнение установок, потому что это залог вообще, конечно, хорошей и качественной игры. Матч за Суперкубок России среди женских команд состоится 16 октября. А для всех болельщиков будет организована прямая трансляция встречи на федеральном телеканале «Матч ТВ» в 16 часов по московскому времени. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова